Тревожные сообщения о пропаже людей поступают едва ли не каждый день. В некоторых случаях жертвы похищений успевают предупредить родных, передать им хоть какую-то информацию. Но часто этого недостаточно. Нургали Карабаев поговорил с экспертами и узнал, как можно с помощью обычного телефона и простых правил обезопасить себя и своих близких. Стоит прислушаться. Информационные сводки о пропаже людей в последнее время стали поступать часто из разных регионов, сами не подозревая того, люди садятся в машины похитителей, после чего связь с ними теряется. Но иногда жертва успевает сообщить о беде. Правда, полученной информации, как правило, бывает недостаточно. В 21 веке возможности обезопасить себя с помощью обычного телефона достаточно много. Например, в ноге смартфона оснащена такой функцией, как экстренное сообщение. Вы заходите в раздел «Настройки», «Экстренное сообщение» и добавляете несколько номеров. И все. В случае какой-то угрозы или тревоги, вы можете даже не разблокировать телефон, а просто три раза нажать на кнопку «Питание», и все адресаты получат от вас сообщение, по которому можно будет установить ваше местоположение. Такая крупная компания, как Google, позволяет расшарить свое местоположение для своих родственников и знакомых, то есть, опять же, для доверенного круга. Через сервис можно отслеживать полностью весь маршрут, где вы находились, куда вы двигаетесь, где находится ваш смартфон. Эта технология работает при условии, если у вас включен GPS на вашем смартфоне. Нурлан Копобаев – таксист с большим опытом. По долгу службы мужчина встречает разных людей. По его наблюдениям, часто пассажиры, особенно девушки, во время поездки не смотрят по сторонам, а любят повозиться в телефоне. Он советует всегда смотреть на внешность. Если водитель не вызывает доверия, лучше пропустить машину. И рекомендует садиться на заднее сиденье справа от водителя. Она будет видеть, что делает водитель и как он ведет автомобиль. Что у него руки заняты только рулевое колесо и переключение скоростей рычага. Все. Чтобы никаких лишних предметов, там газовые баллончики, ножи, отвертки, чтобы у него в руках не было. И дотянуться тяжело. Это надо будет перевалиться через все сиденье. Впрочем, эксперты советуют всегда держать телефон на готове, чтобы в случае неприятности быстро сообщить о себе. К тому же специалисты рекомендуют заранее с родными придумать кодовое слово на экстренные случаи, по которому родственник поймет, что вы в беде. Ведь никто не застрахован от подобных ситуаций.